Всем привет! В этом видео мы подробно разберем умножение двух смешанных дробей. Видео в первую очередь создано для тех, кто хочет понять, как умножать дроби, переводить их из смешанных в неправильные и, что самое главное, навсегда понять, почему можно или нельзя сокращать. Итак, есть две целых и одна третья, умноженное на пять целых и четыре седьмых. Нарисуем две целых и одну третью, после чего, разбив каждую единицу на три одних третьих, поймем, что вся дробь это 3 плюс 3 плюс 1, то есть семь кусочков размером в одну третью. Поэтому две целых и одна третья это семь третьих. Аналогичным образом нарисуем пять целых и четыре седьмых. Так как все кусочки должны быть одинаковые, разделим каждую из пяти целых на семь одних седьмых и увидим, что для того, чтобы перевести пять целых и четыре седьмых в неправильную дробь, необходимо просто посчитать, сколько одних седьмых получилось. Получив тридцать девять седьмых, добавлю то, что числитель, а именно тридцать девять, мы получили следующим образом. Пять умножили на семь, таким образом посчитав тридцать пять одних седьмых, которые являются пятью целыми, а потом еще прибавили к ним четыре. Теперь наша задача упростилась. Вместо смешанных дробей мы должны умножить неправильные. Для более глубокого понимания нужно вспомнить, что дробь означает обыкновенное деление, поэтому пример можно записать следующим образом. Очень советую смотреть на это выражение как на набор чисел, слева от которых есть или знак умножить или знак поделить. Целью этого видео было понять, почему мы можем сократить семерки, то есть в этом выражении превратить их в единицы. Перейдем к примеру, который продемонстрирует это свойство. Два умножить на три умножить на пять это тридцать, и если мы поделим это на два, получим пятнадцать. К тому же, поменяв порядок множителей, произведение как было тридцать, так и останется. Получается, что все выписанные выражения равны тридцати, деленным на два, то есть пятнадцати. Чтобы понять, почему деление на двойку можно поменять местами с любым множителем, вспомните, что деление это действие, которое было определено как обратное умножение, поэтому любое деление можно заменить умножением. В нашем случае, вместо делить на 2, записать это как умножить на половину. Отсюда понимаем, что умножить на 2 и поделить на 2 это как ничего не сделать. Вернувшись к нашему примеру, теперь легче видеть, что семерки пропали не просто так, и все, что осталось сделать, это поделить тридцать девять на три и получить тринадцать, который является результатом произведения двух начальных дробей. Не забывайте написать несколько строчек в комментариях и поставить лайк. На этом все. Пока-пока.